Сегодня тема нашего тренинга – это любовь, отношения, коммуникация. И вот в связи с этим такой первый вопрос – умение налаживать хорошие отношения, эффективные отношения. Это какой-то врожденный дар, навык, или это то, над чем надо работать, и каждый с этим не рождается? Да, конечно, ведь им можно заниматься. То есть не надо думать, что так вот сложились отношения, и значит, они теперь так должны развиваться. Мы можем их анализировать, рассматривать, перестраивать, менять, смотря на что опирается человек. Задача тренинга – как раз показать, какие есть способы гармонизации отношений, улучшения отношений. Например, если они зашли в тупик или какой-то кризис у нас. Как помочь людям жить вдвоем, как говорится, долго и счастливо. Но вот тем не менее, есть люди, у которых как-то много друзей, хорошо дома все складывается, с родными. Есть люди, которые постоянно одни, у них чувство одиночества из-за этого возникает. Это действительно, у них просто нет навыков? Ну, это как бы такая тема некоммуникабельности, неуверенности, одиночества. Ну, это отдельная тема, как повысить коммуникабельность, да, то есть как познакомиться. Но не всегда те, кто познакомились, ну, это сразу, дальше все будет хорошо. Как раз после того, как мы начинаем общаться, встречаться, там как раз проблема-то и возникает. Что есть одна проблема-познакомиться, иногда она бывает более такая простая, сравнивая с более другими. Хорошо, мы познакомились, а что дальше? Мы стали мужем и женой, а что дальше? Как вот сохранить нашу любовь, сохранить нашу близость? Ну, вот здесь уже нужны знания. Ну, и мой опыт, моя практика показывает, что у людей очень мало знаний, которые касаются сферы внутренней жизни, частной жизни, отношений и с другими людьми, и с самим собой то же самое. Иногда люди к себе относятся, как к чужому человеку. Ну, ругаются, критикуются, борются с собой, там, что только с собой не делают. А этого всего не нужно? Ну, я думаю, что всё-таки надо как-то к себе относиться, с любовью. Почему возникают конфликты? Ну, конфликты бывают разных уровней, разных видов. Вот мы в тренинге разбираем, что в отношениях можно выделить уровень такой социальный, договорной, конвенциональный, где мы в ролях находимся. И эти конфликты могут быть как раз как следствие нарушения договора. Кто-то что-то нарушил, или борьба интересов, да, вот у нас могут быть конфликты. Другой уровень – это отношения душевные, отношения эмоциональные, любовные. И там может проблема возникать как раз из-за того, что мы, не понимая природы этого уровня, начинаем его усиливать как раз социальными приёмами. Например, требовать от партнёра побольше любви, например, или манипулировать любовью ради достижения социальных целей, или, скажем, переносить причины своего состояния на поведение партнёра. Ну, из серии там «ты меня обидел», «ты меня расстроил», «ты меня всю жизнь поломал». И что там тоже нужна такая своя грамотность, как и социальная грамотность, так должна быть и эмоциональная грамотность. Ну, и третий уровень – это уровень сексуальных отношений, телесных отношений, отношений человека со своим телом, и друг с другом. Сексуальные отношения – это ещё более даже сложная система, чем эмоциональная. То есть сексуальная культура, к сожалению, она у нас оставляет ждать лучшего. А вот как, скажем, наладить отношения? Вы сказали такую фразу, что, в принципе, любой кризис брака, ну, если мы говорим об отношениях мужчин и женщины, браке, можно, ну, как бы, можно, ну, как бы, можно, любой брак можно спасти, да, из любого кризиса можно выйти. Ну, вот, и, как бы, многие здесь бы захотели послушать ваши практические советы, которые находятся в кризисе. Ну, условия спасения брака – это изначально, если у обоих есть желание жить вместе. То есть самое главное внутри себя, люди должны знать ответы, независимо от поведения партнёра, вот, просто, хочу я быть с этим человеком или нет. И если я хочу, тогда люди могут многое преодолеть, договориться и так далее. А если я не хочу, тогда какие-то поступки партнёра могут быть поводом для разрыва. Когда мы говорим, я с тобой расстаюсь, потому что ты, там, то-то, 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 вот. Что такого не было, первое, надо сначала определить, хочу я быть с ним или не хочу быть. То есть, если хочу, значит, начинаем дальше двигаться. Следующее, надо определить нашу форму отношений. То есть, насколько нам хорошо в браке, да, то есть, если наши интересы, у нас есть общие интересы, мы друг другу зачем-то нужны, и нам, мы хотим жить вместе, да, тогда можно говорить о продолжении. А если, скажем, у нас уже никаких нет общих интересов, нас ничего социально не сдерживает, то мы можем жить, ну, как сказать, мы можем жить отдельно, мы можем любить просто друг друга, это же разные вещи. Можно любить и жить, а можно и не жить, и любить. Но интересы должны быть именно какими-то глобальными, да? Интересы связаны как бы с направлением жизни, да, вот, что я, ну, как я хочу реализовать, как человек, что он хочет, и мы друг другу помогаем в реализации друг друга, ну, в жизни. То есть, брак это не жертва какая-то, что человек должен себя ущемить ради того, чтобы там вместе жить. А он должен, наоборот, помогать в жизни человеку, я так думаю. И вот найти такую форму, вот сейчас мы живем в такое время, что стандартная такая, педрархальная форма брака, она уже не работает, а какого должен быть брак сегодня, модель брака, тут уже вот очень творческая ситуация. Разные люди пробуют по-разному, ну, вот мы разбирали, что где-то около 20 или 30 моделей есть сейчас современного брака. А что это за модели, кроме? Ну, не всякие, очень там весь экзотические, там. Ну, к примеру, помимо партнерсов? Ну, к примеру, например, там есть брак, где люди живут отдельно. Ну, каждому нравится жить, у каждого своя территория, и вот они встречаются. Ну, в принципе, у каждого там своя. Например, брак без секса есть такой же. Договариваются, у них есть, по теме секса они не используют. Секс это на стороне? Ну, это как бы, как, что, чего, в общем, у нас это не касается. Там еще какие-то, то есть люди пробуют, люди ищут. И мне кажется, сейчас кажется, время, что, ну, что не брак умирает, да, а что вот эта форма меняется, и вот это, найти такую форму, которая помогала бы вам жить вместе хорошо, вот это очень важно. Поэтому таких вот жестких канонов, как раньше, там муж должен быть, такая жена должна быть, такая сейчас, такого уже немножко нет. Нет, да, ну, все-таки семья, я все-таки пока еще придерживаюсь, и семья все-таки это важная часть жизни человека. Ну, это как бы некий микро-социум, да, в котором, ну, и воспитание детей происходит, и передача ценностей, да, потому что если отдать все только социуму, ну, социуму он и сделает то, что ему надо. Ну, возвращаясь к кризисам, хорошо люди понимают, хотя бы быть вместе, и, может быть, у них даже общая цель есть такая глобальная, там, из серии, переехать в более, в страну с большим лучшим уровнем жизни, или, там, построить дом, или, там, еще что-то. Но, тем не менее, на рутинном, на бытовом уровне отношения уже не те. Вот можно как-то вот с помощью эффективной коммуникации, разговора, там, вернуть их, вот, ну, хотя бы, вот, там, лет-пять назад. Ну, вот мы говорим о том, что они потеряли вот этот эмоциональный уровень, да, то есть, тоже это важно, вот эта эмоциональная близость, да, как ее восстановить, то есть, эмоциональная грамотность. Ну, один из таких простых, надежных способов, это, конечно, общее переживание. То есть, найти какие-то ситуации, где бы у них были совместные переживания, потому что совместные переживания, они сами по себе оказывают сплачивающий эффект. Ну, и здесь, например, вот даже такой пример, как синдром заложника, когда там террористы захватили посольство, несколько дней удерживали, и потом, когда полицейские пошли на штурм, то заложники стали помогать не полицейским, а террористам. То есть, за это время, пока они были вместе, были переживания, и вот у них такая вот возникла эмоциональная связь. Поэтому иногда бывает, что в семье не хватает этих совместных, особенно положительных переживаний. Каждый немножко занят собой, каждый как бы свои там дела, а вот эта вот душевная близость, ну, ее тоже надо как-то поддерживать, надо тоже обращать внимание, общение такое нефункциональное. А что касается третьей сферы, говорят же, что, в принципе, хороший брак построили на хорошем сексе, во-первых, ну, согласны ли вы с этим? И если бы здесь есть какие-то проблемы, то как их здесь решать? Ну, я согласен частично, что если в браке сексуальная сторона хромает, то там, конечно, ну, проблематично. Ну, все-таки база брака, я думаю, это все-таки социальная категория брака. И поэтому здесь база, это какие-то все-таки общие интересы. Ну, вот мы оба хотим чего-то достичь, мы друг другу помогаем. А сексуальная сфера, она в этом смысле такая более инертная, конечно. Там сложнее как-то вот радикально что-то менять. Вот социально можем там договориться, эмоционально можем как-то поработать. Вот. А сексуальная, ну, очень часто просто причина сексуальных сложностей бывает в том, что люди переносят одну проблему, например, проблему в эмоциональной сфере, переносят на проблему сексуальную. То есть, строго говоря, ну, два тела, там какие проблемы у тела с телом? То есть, в сексуальной сфере не должно быть никаких проблем. То есть, если там какие-то проблемы возникают, это, скорее всего, ну, мы перенесли, например, там поругались, там, или поссорились, или обиделись, там, или еще что-то дали, там. Деньги не так поделили. Мы невольно это переносим в сексуальную плоскость, и иногда бывает этот способ, там, или наградить партнера за хорошее поведение, или наказать партнера за нехорошее поведение. Вы сказали, что кризис – это как окончание какого-то договора, который был между двумя людьми и состоящими в браке, и закончился. То есть, действительно все так просто? Просто заключаем новый договор и живем дальше? Счастливы? Ну, кризис, может быть, причины кризиса могут быть разные, но просто одна из причин, что у людей пропадает вот этот совместный интерес. Они не очень понимают, с чего они живут вместе там. Там либо нам нужно решить, либо пересмотреть, или бывает, вот там они что-то хотели, достигли, и потом вот такая бывает как бы пауза, что, а что дальше? Ну, например, хотели ребенка, ребенок родился. Ну да, хотели ребенка, ребенка родили, и уже там начинают роли по-разному распределяться. Женщина уже больше забывает, что она жена, она все больше мамой становится. Муж же тоже, как бы, его оттесняют в сторону, что теперь ребенок главный, и муж становится таким обслуживающим персоналом, который должен, вот, как женщина говорит, ты нас должен обеспечивать, ты нам должен помогать. То есть, как бы, в семье какие-то две семьи возникают. Ну, поэтому это тоже, это вот нарушение вот этих вот законов, оно приводит к тому, что семья, как система, она может в кризисы попадаться. А есть ли какая-то продолжительность брака оптимальная, допустим, дальше которой уже и пытаться не стоит? Или это все-таки очень индивидуально? Ну, брак, естественно, время брака не ограничено. Просто бывают такие кризисы, психологи мы отмечены, это год совместной жизни, там, притирка, да, три года, там, по-моему, пять лет, самый такой, десять лет, такой бывает сложный, там, вот, и надо понимать, что кризис, это, на самом деле, не окончание, а это такое требование к перестройке отношений. То есть, надо, значит, надо что-то пересматривать. То есть, по-старому уже никак, надо что-то новое. Поэтому кризис для меня, это просто ступенька более сложным отношениям, более глубоким отношениям. То есть, если мы кризис проходим, наши отношения, они только от этого усиливаются, укрепляются. То есть, то, что по статистике каждый третий брак, по-моему, распадается в среднем, это люди не умеют переходить вот с... Ну, получается, да, получается, что иногда в браке бывают такие нейралистичные ожидания, нейралистичные представления, и проверка браком в жизни не выдерживают. Ну, бывают какие-то там инфантильные представления, переносы разные. Например, там, на мужа переносится функция отца. Потому что он и муж, и отец был там. Или женщина еще и как мама должна быть там. Последний вопрос. Вот вас хотелось бы услышать. Что же тогда такое любовь? Ну, про любовь чего только не сказано, чего только не написано. Ваша теория. Ну, для меня любовь, она касается внутреннего мира человека, его субъективной части. И поэтому любовь – это принятие в человеке, ну, интерес именно к внутренней, к субъектной части другого человека. Вот если я за это зацепляюсь, вот к его вот этой уникальности, к его неповторимости. То есть, любовь базируется не на внешнем человеке, там, одежда, красота, финансовый достаток, там, поведение, забота обо мне. То есть, есть очень много синонимов, которые претендуют на любовь. Это как, например, там, влюбленность, симпатия, там, самопожертвование. Но это все не любовь, да? То есть, есть любовь в широком смысле, а есть, собственно говоря, о чем мы там слышали, может быть, хотели. Но это уже реже встречается. Самое последнее, вот три совета, если можно, нашим читателям, как сохранить, улучшить отношения, в которых они сейчас находятся. Три главных. Первое, это вообще-то разграничить, где у вас в отношениях есть договорная часть, а есть свободная. То есть, как бы, отношения, такой баланс договора с человеком, тоже им какая-то степень свободы нужна в проявлении. Потому что, если полная свобода, это не очень хорошо, если полный, тотальный контроль, тоже не очень хорошо. Чтобы вы друг друга, так сказать, тогда чувствовали безопасно. Но договоренность, если примеры этих договоренностей можно привести, то есть, почему? Ну, договоренность, например, там, если ты там куда-то уезжаешь, что ты мне как-то сообщай, там, немножко, как-то в состоянии самочувствия, там, и так далее. Или там, я прихожу с работы, бывая голодный, вот, а ты мне, там, приготовь еду. Ну, такой вот мы сели, договорились. Второй совет, это, конечно, надо помнить, что, помимо любви, еще есть уважение, вот, если мы хотим сохранить отношения, я, то надо, чтобы уважение шло впереди, а любовь, это уже как за этим шло, потому что, если человек говорит, что любит, а сам не уважает, то это тоже, ну, как бы не очень так хорошо, очень полезно. ну, а третье, это, конечно, построить отношения с собой, то же самое, там, полюбить себя, тогда даст возможность строить отношения, ну, от избытка, то есть, я тогда не буду рассматривать партнера как ресурс для себя, а я буду отдавать, да, то есть, когда мы ориентированы на то, чтобы отдавать, у нас больше шансов, чем когда мы хотим получать. Вот. Какие советы? Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.